Дело в том, что плотность населения в Подмосковье, Подольске, Мятище, Люберце, Реутов выше, чем в спальных микрорайонах города Москвы. И, соответственно, как наши предки запускали корабль в космос, это более сложная задача, кто-то строил метро подземное со своими сложностями технологическими на то время. Наша задача сегодня по земле, по сути, в 50% случаев на эстакадах построить наземное метро и связать регион удобным, доступным, дешевым транспортом. Также я спешу сообщить о том, что три аэропорта действуют на территории Подмосковья, и количество полос и в Домодедово и Шереметьево в ближайшее время будет увеличено. Мы запустили аэропорт Жуковский. Очевидно, что нужен общественный транспорт. Поэтому мы реально верим, что метро построим. По крайней мере, мы начнем. А наши дети, наши внуки будут уже дальше его разветвлять, развивать. А я не сомневаюсь, что именно так и будет. Что касается стоимости, тоже, как известно, цифра вещь упряма. Если подземное метро строится в России в среднем за километр 5 миллиардов рублей, то наши прикидки, расчеты, пусть и предварительные, но достаточно точные, говорят, что стоимость одного километра от полутора до двух миллиардов рублей наземного метро. Но и дистанции у нас, конечно, впечатляют. Они больше. Поэтому мы верим в проект, мы заканчиваем концепцию, объявляем конкурс на проектирование. Два года будет проектироваться первая ветка. И в 2018 году мы выходим на стройку. Чем дальше, тем наша задача больше обеспечивать привлекательность проекта. Понятно, что здесь будет и федеральное, и региональное участие бюджетное, то есть будет грант. Поэтому нагрузка на инвестора будет посильная, и экономическая модель должна подтверждать рентабельность этого проекта. Вот если коротко.